Ко-бу-до Для нашего региона ответ спорта экзотичный. Когда мы бываем за Уралом, на первенадцатых чемпионах России, вы не представляете, насколько он там популярен. Народу около, я даже не совру, но больше тысячи участников и даже приезжают с соседних зарубежных стран на международные турниры. И этот спорт уже очень давно существует, есть свои традиции, есть большое количество мастеров спорта по этому виду. И ребята, причем, выступают с разных видов боевых искусств. Такие, опять же, самбо, рукопашный бой, тайский бокс, ММА, все там. Именно в Москве, за Уралом это очень уважают. Пока нас доходит очень так тяжело, но опять же, наши ребята, собратья, как Барнаул, тайский край, у них это тоже уже стало на очень серьезный уровень. Поэтому мы маленечко отстаем, мы будем догонять. В Омской области Кабудо на языке оригинала «старинный воинский путь» развивается около четырех лет. Боевое искусство тесно связано с более известным – каратэ-до. Только здесь предполагается мастерская работа с холодным оружием. Один из самых зрелищных поединков турнира получился у амичей – призеров первенств России Александра Завалеева и Долера Нигматова. Парни встретились в финале «Ниппон-кэмпа» в старшей группе 18+. До этого финала ребята не пересекались, поскольку тренируются в одном клубе. И сегодня успешнее оказался Александр. В основном я пытался делать твердушки в Йокогейе в корпус. Отвлекал на голову, чтобы он руки убирал на голову наверх. И когда он только поднял руки, сразу в корпус делал Йокогейе. Все, и проходит хорошо. Вид спорта новый, но очень интересный, утверждают организаторы соревнований. Вопросов много у тех, кто впервые наблюдает за поединками спортсменов. Возникают они пока еще и у арбитров, оценивающих мастерство ведения боя. Но чтобы исключить судейские ошибки, все спорные ситуации арбитры решают сразу. Не стесняясь, останавливают поединок. Все люди, которые тут работают, представители, спортсмены, тренера, у них очень большой опыт в единоборствах. Но вернемся к тому, что вид спорта новый. И людям еще трудно перестроиться с каратэ именно на этот вид спорта. То есть уйти от бесконтактного каратэ и понять, что такое, в частности, Ниппон-кэмпо, японский рукопашный бой. Все ребята показали зрелищные поединки. Несмотря на то, что амичи пока еще не имеют столь богатого опыта выступлений, как, к примеру, гости из Алтайского края, где Кабудо начали заниматься намного раньше. Но, тем не менее, и нашим спортсменам удалось занять призовые места. В общекомандном зачете тройку лидеров составили Алтайский край, Омская область и Барнаул. А благодаря турниру амичи смогли впервые увидеть в деле мастеров Кабудо. Организаторы надеются, что уже на следующих состязаниях число поклонников экзотического единоборства, а, соответственно, и участников, вырастет в разы. Субтитры создавал DimaTorzok